2 июля плановый старт российской ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур обернулся очередной аварией. Через 17 секунд после запуска двигатели неожиданно выключились, и махина с тремя спутниками ГЛОНАСС на борту рухнула на землю почти в трех километрах от стартового комплекса. Удар сопровождался мощным взрывом. Это, по мнению военных, горел гептил – главный компонент ракетного топлива. Для России халатность при сборке космического корабля обошлась более чем в 4 миллиарда рублей – стоимость самой ракеты-носителя и спутников. Урон же Казахстана неизмерим в деньгах. Для жителей соседних с Байконуром областей каждый запуск – как гром среди ясного неба. Они панически боятся не только за свои жизни, но и за здоровье детей, домашнего скота и экологию родных земель. И страх этот не гипотетический. Скот стал болеть различными заболеваниями. У многих кобыл были выкидыши. На теле у верблюдов появлялись неизлечимые язвы. Рождались верблюжатые жеребята без ног. Я считаю, что это из-за гептила. Вначале исследования проводились, а потом все это забросили. Официальные представители властей как с российской стороны, так и с казахстанской рапортуют о том, что превышение санитарных норм не было обнаружено. Более того, чиновники не стыдятся сравнивать влияние токсичных компонентов ракетного топлива на живые организмы с промышленными выбросами в атмосферу. Масштаб последствий ничтожен по сравнению с тем текущим жизненным циклом, который обычный гражданин России или Казахстана проживает в своей жизни. У нас люди разбиваются на дорогах, у нас люди отравляются выхлопами промышленных предприятий. Между тем уже известно, что в центре воронки, образовавшейся на месте взрыва ракеты, нашли токсичные соединения. То есть выгорел гептил далеко не весь, вопреки заверениям чиновников, пытавшихся успокоить взволнованную общественность. Концентрация ядовитого вещества многократно превысила предельно допустимую. Например, по данным Каскосмоса, в 10 метрах от края воронки величина этого коэффициента составила почти в 400 раз больше нормы. А территория в полтора гектара земли вокруг места падения теперь нуждается в срочной детоксикации. Однако подобные меры почему-то не предпринимаются, когда на соседние с космодромом районы с неба сыплются отработанные ступени двигателей ракет. А ведь в них также присутствует гептил, пусть и в небольших количествах. Когда мы говорим о стартах неаварийных, когда мы говорим об отделенных ступенях, причем всех уровней, и первой ступени, и второй ступени, мы должны понимать, что безусловно в инженерных решениях не предусмотрено 100% истечение топлива. Даже ничтожные количества, которые есть не самого, может, гептила, но его производных, чрезвычайно токсичны. Если человек капнет чистым гептилом на ладонь, он может получить смертельное отравление. В прошлом году с Байконура запустили в космос 21 ракету. Первую и вторую ступени двигательной системы корабль теряет, пролетая над территориями Казахстана. Особо богатый урожай отработных блоков собирают в Казалардинской, Мангистаусской и Карагандинской областях, которые в официальных сводках почему-то принято называть безлюдными районами или вовсе степями. Жители Казахстана уже несколько лет ходят на акции протеста, как на работу. Они настаивают на запрете запусков гептиловых ракет, но те по-прежнему продолжают взмывать ввысь. Российское правительство просит о продолжении стартов, казахстанское отказать не может. Оно и понятно, Россия – щедрый арендатор, в год выкладывающий за содержание космического объекта более 200 миллионов долларов. Ведь подобных пусковых установок, с которых возможны запуски ракет класса «Протон», на территории Российской Федерации попросту нет. Есть и геофизические параметры, откуда можно запускать корабли. И как раз вот здесь Байконур находится в идеальных условиях, по крайней мере с точки зрения нашего полушария, с точки зрения территории страны, бывшей нашей державы. Казахстану точно так же выгодно нахождение космодрома, поскольку это не только инфраструктура, это и оплата, это и рабочие места, это в конечном итоге общее исследование. Предыдущий неудачный запуск «Протона» произошел 6 сентября 2007 года. Тогда ракета-носитель рухнула в 40 километрах от города Жасказган, где, кстати, находился Нурсултан Назарбаев. Тогда появились слухи о возможном охлаждении трепетных отношений между Казахстаном и Россией. Но денежные компенсации в 50 миллионов долларов от провинившейся страны за нештатную ситуацию при запуске, пожалуй, только укрепило взаимопонимание двух стран. Назарбаев сильно зависит от России. Все казахское руководство сильно зависит от России. Правительство, администрация, парламент. То есть слишком много завязано. Поэтому Россия, как большая страна, как большая империя, как большая держава, конечно, диктует условия Казахстана. И Казахстану трудно что-либо противостоять и что-либо сказать. Поэтому вынуждены проглатывать такие трагедии, такие взрывы, как падение протона. Сумма замаливания очередного космического греха, уже ударившего по карманам россиян 4 миллиардами рублей, сейчас в процессе подсчета. Для казахстанского правительства штрафные санкции за подобные недолеты ракет могут служить неплохой прибавкой к жалованию. И кажется, уже понятно, что важнее для чиновников – человеческая жизнь или звонкая монета. Субтитры создавал DimaTorzok